выставка world food 2022 продолжается и рядом со мной еще один представитель исследовательского холдинга рамир это елена шишова елена здравствуйте вы были спикером уже у нас на другой сессии расскажите про эту сессию расскажите о чем шла речь да добрый день спасибо большое мы сейчас в рамках данной сессии разговаривали про развитие рынка стм мы со стороны рамир проговорили про то какие у нас есть ключевые тренды какие вызовы стоят перед покупателем но во время сессии также был как раз диалог с ритейлерами как непосредственно с какими вызовами сталкивались они то есть страны покупатели они больше с конкретными бизнес-кейсами мы говорили с председательной сети вкусов европа лента и обсуждали какие-то вызовы если как-то можно обобщить коротко тренды и вызовы какие это сегодня тренды и вызовы в этой области смотрите но сейчас ключевое если мы говорим про потребителя то ключевые тренды и вызова если в целом по рынку это ценность денег ценность удовольствия ценность времени и ценность ассортимента в том числе и стм как раз рамка нас сессии понимаешь что он покрывает сразу несколько ценностей это как ценность экономии денежных средств и также ценность ассортимента потому что всем сейчас закрывает это чуть больше чем какой-то дешевый товар это уже закрытие большинства потребностей современного россиянина. Поскольку STM действительно, вот уже говорили с предыдущими спикерами на эту тему, это, ну, условно, недорого, но хорошо. Есть ли перспектива того, что STM-бренды, они вытеснят с полки другие продукты? Ведь зачем мне выбирать что-то дороже, если и это уже хорошее? Смотрите, на самом деле у STM, да, действительно, в этом плане есть очень большой потенциал. Вот если мы возвращаясь к текущим каким-то фактическим цифрам, мы, например, на август проводили исследование, понимаем, что во многих категориях было вытеснение как раз импортных брендов, и это большая, так огромная ниша, чтобы стать как раз STM, завоевать сердце покупателя в определенных категориях, потенциал прям довольно-таки огромный. И сейчас STM, они же выходят не просто только в низкий ценовый сегмент, они также занимают нишу высокого и среднего ценового сегмента в том числе. Поэтому STM это не просто про цену, это также и про ответное слово, как хорошее качество для современного потребителя. Хорошо, давайте нарисуем какую-то перспективу ближайшую вот таких вот брендов. Что это? Ну, я понимаю, например, ассортимент, да, наверное, расширится. Что еще? Ну, это ассортимент, это также выход, то есть это работа с текущим ассортиментом, какое-то открытие новых вкусов, новых SKU, новой литеражей упаковки, но это также и выход в новую категорию. Например, коллеги сегодня на сессе рассказывали, что они какие-то запускают инновационные вещи в STM. То есть это что-то интересное, что можно не просто закрыть человеческую потребность, например, продукты питания, но это также побаловать себя тоже в том числе, потому что вкусная еда – это одна из стратегий борьбы со стрессом. Сейчас у россиян она входит в топ-3. Поэтому, да, действительно, STM – это уже про удовольствие в том числе, можно также закрыть потребность. Правильно ли я вас понимаю, можно ли перефразировать, что изначально мы были, когда мы говорили про STM, это были какие-то базовые продукты, условно, там масло, наверное, да, а сейчас мы переходим к уже более каким-то продуктам, которые, ну да, побаловать. В этом есть, да, действительно большой потенциал. То есть сейчас все равно сконцентрировано больше на каких-то базовых продуктах, сейчас большое развитие, но мы видим большой потенциал в развитии новых каких-то ниш, которые сейчас не заняны, к примеру, другой бронзированной продукцией. Здорово. Спасибо вам, Елена, за работу на этой выставке и удачи. Спасибо.